Здравствуйте! Существует народная мудрость, стерпится, слюбится. Но что делать, если в реальной жизни эта мудрость не работает? Поговорим сегодня с Иереем Михаилом Сергеевым. Батюшка, здравствуйте. Добрый вечер. Случается так, что вот с супруги прошла эйфория вот этой влюбленности, и супруги сталкиваются с такой правдой, с реальностью, и вот не терпится им. Не получается склейки вот этой влюбленности уже нет, а любовь, наверное, не пришла еще. Как вот быть супругом? Да, действительно, наверное, каждая из семья переживала этот этап своей жизни, когда, как вы сказали, проходит влюбленность, когда проходит эта эйфория, эти эмоции, и сталкиваясь с какими-то сложностями, проблемами в жизни, или даже не обязательно сталкиваясь с этим, а просто имея разные взгляды на какой-то вопрос, супруги не находят взаимопонимания. Но когда человек вступает в брак, то он должен, прежде всего, спросить себя, готов ли я буду жить с этим человеком через 10 лет, через 20, через 30, через 40, когда мы будем уже не такими молодыми, когда у нас могут появиться какие-то черты характера, которые нам будут не нравиться. И если человек не говорит утвердительно, то тогда нужно подождать еще какое-то время для того, чтобы действительно не жалеть потом о своем выборе. Но если уже люди находятся в браке, то, конечно, брак – это, прежде всего, очень серьезная школа смирения, смирения самих себя, потому что без этого, я думаю, ни один брак не выдержал бы испытания многими годами. И вот когда мы смотрим на тех людей, которые прожили много лет в браке, и 30, и 40, и 50, посмотрим, чем они живут. Вот начинается какой-то день, да, утро, когда просыпаются такие супруги, спрашивает муж, который уже в преклонных годах, Машенька, у тебя, я смотрю, кроволол закончился, давай я схожу быстро в аптеку. Она говорит, а с чем тебе сегодня сделать яичницу с колбаской или с беконом? И когда человек, прежде всего, думает о другом, когда он хочет сделать другому что-то приятное, а не требует, дай-ка мне вот это, сделай мне то, то тогда и отношения другого человека будут совершенно другими. А если вот супруги понимают, что влюбленность прошла, а вот чувство любви они не испытывают, как им быть в этом случае? Ну ведь любовь-то на самом деле, она рождается, она воспитывается в семье. И в брак-то можно вступать лишь только тогда, когда мы готовы этим жить, когда мы готовы учиться жертвовать собой своими какими-то принципами, своим временем, своими приоритетами ради того, кого, как мы говорим, мы любим. Потому что без этого невозможно говорить о любви. Можно говорить о всем, о чем угодно, но только не о любви. И вот апостол Павел, когда он говорит о любви, он говорит такие слова. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не превозносится, любовь не ищет своего. То есть в любви человек прежде всего ищет для другого благо, а не для себя. А если это благо будет заключено в том, что один из супругов покинет эту лодку семейную? К сожалению, это такое бывает. Действительно, когда для блага именно семьи лучше, когда один из супругов покинет лодку. Но такое бывает на самом деле очень редко, когда есть явная какая-то греховная страсть. Например, алкоголизм. Когда мы видим, что человек ни на что не реагирует. Уже были разные попытки его остановить, помочь ему справиться с этой страстью. Или это может быть и наркомания, и что-то другое, что явно разрушает семью. И, конечно, дети, глядя на такой пример, ничему хорошему они не научатся. Поэтому в некоторых случаях действительно бывает, наверное, для обоих или для всей даже семьи более полезно отойти в сторону. Но это все-таки такой действительно крайний случай, когда других вариантов решения этого вопроса нет. Но такое, к сожалению, и надо бывает. Спасибо, Господи. Помоги, Господи. Дорогие телезрители, вы смотрели актуальный комментарий от Ирея Михаила Сергеева. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok